Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Что за день понедельник? Сплошной динамит. Тяжёлый понедельник. Доброе утро, студия Елена Овчинникова. Я рада ощущать всех вас на той стороне эфира. Я надеюсь, что в ближайшие два часа вы проведёте с нами познавательно и интересно. Я думаю, что темы, которые мы сегодня будем поднимать и затрагивать, в общем-то коснутся вашей души и вашего сердца. И также очень надеюсь на то, что наши беседы сегодня с моими гостями потолкнёт вас к тому, чтобы взяли в руку свой телефон, набрали 708-502 и высказали своё мнение о тех вопросах, которые мы сегодня будем обсуждать. Я напоминаю, что мы работаем на частоте 101.0 FM. Идёт онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция. Если вы, конечно, дома или у вас есть мобильный интернет, можно нас увидеть на экране. Трансляция идёт из нашей студии на сайте ekiro.ru. Набирайте, смотрите. По крайней мере, очень интересно наблюдать за нашими гостями. Очень интересно слушать и наблюдать за выражением их лиц. То есть давайте, включайте, смотрите или слушайте. Напоминаю, что телефон прямого эфира 708-502. Но если вы предпочитаете написать, а многие любят написать нам смс, напоминаю, телефон 8-909-720-101.0. Также на нашем сайте ekiro.ru и в нашей группе ВКонтакте размещен опрос. Сегодня опрос составлен удивительно, а может быть, совпало с темами, которые мы подобрали. Но этот опрос подходит абсолютно для двух часов ближайшего эфира. И опрос звучит так. Могут ли дисциплинарные взыскания быть рычагом воздействия на заключённых? И позиции ответов – да или нет. Могут ли дисциплинарные взыскания быть рычагом воздействия на заключённых? Вам нужно отслушать два часа эфира для того, чтобы прийти к определённому заключению. Если вам вначале кажется, что опрос слишком простоват, то задумайтесь. Мы не говорим сегодня на тему дисциплинарных взысканий, а применяем их к людям, которые осуждены за кражи, грабежи. Короче, люди малоизвестные, но ставшие на преступный путь. Потому что сегодня мы задаём этот вопрос, собственно говоря, с определённым и очень значительным подвохом. Могут ли дисциплинарные взыскания быть рычагом воздействия на заключённых? Да, нет. Голосуйте. Мы будем рады увидеть ваше мнение, которое мы тут же и обсудим. Итак, я начинаю работать и объявляю... Да, и мне хочется сказать. Мне хочется напомнить фразу, которая для меня очень интересна сама. Я думаю, если вы задумаетесь, вам тоже будет интересно. Берегите людей, которые вас любят. Их и без того угораздило. Поехали. Представляю. Сегодня в нашей студии адвокат Сергея Лузянина Наталья Шмарова. И тема такая. Сергей Лузянин сняли два взыскания из трёх. Почему мы говорим о Сергее Евгеньевиче Лузянине, бывшем директоре центрального рынка? Потому что то, что с ним происходит, по-моему, выходит вне рамки здравого смысла. То, что с ним происходит в местах лишения свободы, выходит в рамки здравого смысла. Очень многим интересно посмотреть и почитать, что же в действительности происходит. В общем-то, достаточно известный человек. Кто-то считает его очень хорошим человеком, кто-то считает совершенно наоборот. То есть разнополярное мнение по Сергею Евгеньевичу Лузянину заставляет нас говорить о том, что же с ним сегодня происходит и как всё это выглядит. Ну что ж, давайте начнём с Натальи Аркадьевны, с вопроса моего. Итак, напомните, пожалуйста, когда осуждён был и по какой статье Сергей Евгеньевич Лузянин, и сколько он находится уже в местах лишения свободы. Сергей Евгеньевич осужден приговором Первомайского районного суда города Кирова 28 апреля 2014 года. Осужден по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За что он осуждён? Если мне не изменяет память, это причинение побоев, да, или нанесение, что там, нанесение побоев, да, представителю власти при исполнении служебных обязанностей. Но я уже неоднократно говорила, что сама видела в материалах уголовного дела Лузянин заключение профессоров московских, это московский институт, и дали заключение о том, что человек, которому якобы Лузянин сломал ребра, вот эти ребра были сломаны за 2-3 месяца до того, как Лузянин их якобы сломал. Поэтому дело для меня совершенно неоднозначное, и напомню, что все экономические обвинения за господина Лузянина были судом сняты, как бездоказательное. То есть по делу ли сидит Лузянин, по тому ли делу, которое ему именили, сидит Лузянин или нет, это дело, собственно говоря, совести, каждого из нас, в том числе, следственного корпуса, судейского корпуса и так далее. Ну что ж, давайте. Итак, с апреля прошлого года Лузянин бывает наказание. Он был доставлен в справедливую колонию. Изначально начал бывать наказание Сергей Евгеньевич в ВКУ ИК-17 города Мутнинска. В последующем был направлен для отбытия наказания ВК-5, это город Кирово-Чепецк. В последующем вновь должен был отбывать наказание ВК-17, но при перемещении через СИЗО-1 у него... Давайте вот, как бы, то есть мы сейчас, вот был вопрос, где он находится сейчас, где Сергей Евгеньевич находится? Сейчас находится ВКУ ИК-6. ИК-6, насколько я понимаю, это зона особого режима. Совершенно верно. Там, где, вот говоря русским языком, находятся полосатые, да? То есть это люди, совершившие очень страшные преступления, это рецидивисты, то есть это зона особого режима. И там находится, на этой территории находится человек, у которого в приговоре четким, черным по белому написано, должно бывать наказание в колонии общего режима. Итак, давайте вот всю историю. То есть, насколько я знаю, Сергей Евгеньевич Луизианина, за, собственно говоря, полтора последних года было обнаружено четыре лезвия. Это так? Первое лезвие когда было найдено? Первое лезвие было найдено в ВК-17. Но в дисциплинарной ответственности Сергей Евгеньевич не был привлечен, поскольку все-таки не было доказано факт принадлежности этого лезвия к нему. Давайте уточнимся. Значит, до вынесения приговора, до вступления приговора в законную силу, Луизиан находился в СИЗО-1. Да. И при перемещении его по этапу в исправительную колонию-17, у него было обнаружено, по-моему, опять же, если мне не изменяет память, обломок лезвия зашитый в ручку сумки. Совершенно верно. Технически он мог это сделать или нет? Нет. Почему? Потому что осужденным запрещено иметь при себе какие-либо предметы, с помощью которыми можно шить, ну, в частности, иглы. Хорошо. А предмет, в который был вшит, сумка, она вообще с ним была? Нет, сумка. Или у меня такое ощущение, что это в вещдоках была эта сумка? Да, сумка находилась в вещдоках, и, соответственно, также он физически не мог это сделать. То есть иголки нет, нитки нет, но лезвие в ручке появилось, и причем лезвие появилось в сумке, которая находилась в вещдоках. А вещдоки хранятся? Изначально в суде, соответственно, затем были... Ой-ой-ой, то есть давайте... То есть при проведении, при расследовании оно находилось у следователя, то есть, и, соответственно, в последующем было переправлено уже непосредственно в колонию, где Сергей Евгеньевич отбывает наказание. Понятно. Я не знаю, подсказать нашим радиослушателям или нет. Ответ на мой вопрос. Если у лузянина не было доступа к сумке, каким образом лезвие оказалось вшитым в эту ручку? Но ответ я не знаю. Либо фокусы, либо... Не хочу это произносить вслух. Так, первое лезвие. За это лузянин не был наказан. Он обжаловал, насколько я помню, да? Да. Обжаловал. И написал, что это была провокация. И прокуратура ответила, я могу даже процитировать, что вам не причинен ущерб и как бы... К ответственности вы не привлекались. Вы не привлекались и вам не привлекались. Дальше как развивались события. Потому что они тоже, на мой взгляд, интересны. И я прямо сейчас, знаете, как была у Хазанова такая смешная, юмористка, он такой читал, спинным мозгом чувствую, как сейчас очень многие люди раздумывают над позицией, от чего это Овчинникова вцепилась в лузянина. Вот был бы простой бы человек, если бы у него были бы такие проблемы. Так вот, если бы был простой человек, самый обычный человек, а не бывший директор центрального рынка, уверяю, мы обсуждали бы его проблемы точно так же, как у господина лузянина. То есть сегодня мы говорим о том, что может произойти с любым и с каждым. Если он... Правильно ли я скажу, что лузянин занимает некую оппозиционную нишу, находясь в местах лишения свободы? Оппозиционная ниша касается, ну, по-видимому, людей, которые служат вовсе им. Можно ли так сказать? Или как вы определите его статус? Безусловно, можно. Чем он все время недоволен? Я знаю, что, как-то посмеясь, мне сказали, что уголовное дело лузянина значительно меньше, уже значительно меньше, чем подшитое к этому делу количество жалобы. То есть жалоб столько много, что они уже превышают уголовное дело само. На что жалуется лузянин? Жалуется на нарушение прав своих и осужденных. Пишет всевозможные жалобы в различные инстанции. Как показывает практика, данные жалобы имеют результат. То есть нарушения устраняются. Но это, естественно, не нравится. Я, вы знаете, я напомню, мы однажды обсуждали в эфире позицию. Она, вот меня, она развлекла с нескольких сторон. Во-первых, это познавательно было для меня. Во-вторых, видимо, настолько мощная доказательная база была со стороны лузянина, настолько он подкрепился с существующими законами, что его поддержала прокуратура, по-моему, и суд. Это, помните, история, когда он жаловался по поводу того, что если заключенный работает, то есть официально заключен некий трудовой договор, а лузянин работает истопняком, то он, соответственно, получает зарплату. То есть он совершенно чётко попадает в рамки кодекса о труде. И то есть здесь есть больничный лист, да, и при наличии больничного листа, то есть человек заболел, попадает в больницу, и он должен получить что? Больничный лист. Заключённым выдают справки. Значит, следующий шаг, если у тебя есть больничный лист, значит, больничный лист должен оплачиваться. Логично? То есть абсолютная человеческая логика, но я никогда не задумывалась о том, что она может касаться людей, находящихся в местах лишения свободы. Оказывается, может. Илузянин тогда добился того, что заболевание больничный лист, оплата больничного листа, как у любого человека, живущего на территории России. И, в общем-то, собственно, права-то у него не попраны. Грубо говоря, активно он заключённый, но он не перестаёт быть гражданином России. И, насколько я понимаю, вот эта, знаете, история там, делай, как я, да? То есть огромное количество заключённых теперь могут воспользоваться так называемой судебной практикой. Да? Правильно? Правильно. Вот. И теперь, извините, придётся ещё и больничный заключённым оплачивать. То есть такая казуистика. Казалось бы, человек наказан, и вот, знаете, внутри по-человечески живёт сознание. А-а-а, так тебе и надо, да? Вроде вот. Вот. С другой стороны, а по правде-то он работает, пускай будет оплачиваемой больничный. Тем более я не думаю, что там с температурой 37,2 там его сразу же на больничную выводят. То есть чихнул, и всё на больничную. Я думаю, что нужно очень серьёзно заболеть для того, чтобы попасть в больничку. Правильно? Совершенно верно. Вот. Ну что ж, давайте, то есть мы объяснили суть лузянинского поведения, и таких жалоб у него очень много, и он их выигрывает достаточно часто. И давайте вернёмся к позиции. Ну что ж, второе лезвие, когда лузянина нашли, там была, по-моему, транспортировка из одной колонии в другую, да, через СИЗО городскую, через СИЗО номер один. Да, из пятой колонии, из ИК-5, Сергей Евгеньевич прибыл 27 июля 2015 года в СИЗО один. Он ведь прибыл этапом. Он прибыл не один, а там значительная часть заключённых с ним была вместе, да? Они прибыли, значит, из правительной колонии 17, они прибыли в СИЗО один и... И, соответственно, при прибытии в СИЗО один у Сергея Евгеньевича находит обломок от одноразового лезвия. А не два? 27 июля один. Одно? Одно. Это второе лезвие. Так, минутку. Теперь давайте разберёмся вот в чём. А вообще лузянин в этом случае теоретически или практически мог обзавестись лезвием, перевести его... Где у него нашли? В кармане? Нет, в сумке, в личных вещах. В личных вещах. Давайте разбираться. Он мог туда запихнуть лезвие? Ну, Сергей Евгеньевич пояснил по этому поводу, что данная сумка находилась на складе и, соответственно, уже досматривалась без его присутствия. И, соответственно, эту сумку он уже получил непосредственно, прибыв в СИЗО один. И, следовательно, данное лезвие там... Вот в чём вопрос, достоин ли смеяться над ударами судьбы. Скажите, насколько мне, если мне ещё не изменяет память, при том, что находясь перед этапированием в СИЗО... Да, совершенно верно. Да? Расшифруйте СИЗО, пожалуйста. Штрафной изолятор, да? Находясь в штрафном изоляторе под постоянным круглосуточным наблюдением видеокамер без сумки и, приехав, значит, по этапу в СИЗО один, обнаруживают лезвие и железно устанавливают лезвие Лузянина. Подскольку она не находилась в сумке его, да. Так. И какое наказание получает Лузянин? Выговор. То есть взыскание, да? Выговор. Там у них называется взыскание, и он получает официальный выговор. Лузянин о том знал? Он узнал уже после того, как было найдено второе лезвие, и третье лезвие. Понятно. Законодательно его обязаны были поставить в известность, что он получил взыскание в виде выговора? Безусловно. Почему не поставили взыскание? Как адвокаты задавались вопросами подобными? Этими вопросами задавались. В этой связи были написаны жалобы в прокуратуру области. По данным жалобам была проведена проверка, и прокуратура установила, что администрация учреждения незаконно привлекла Лузянина к дисциплинарной ответственности, и данное взыскание было отменено. Вы знаете, вот ваш ответ несколько... Нет, ответ абсолютно корректный, абсолютно вежливый, но вот здесь у меня в организме появляется некое состояние, и мне очень хочется задать один вопрос, но я оставлю его на потом. хотя бы через раз еще. Теперь я обращаюсь к нашим радиослушателям, но поскольку вы поняли, к чему мы клоним и о чем мы говорим, поэтому, пожалуйста, наш опрос. Могут ли дисциплинарные взыскания быть рычагом воздействия на заключенных? Отвечайте, да или нет. Вы поняли, о чем мы говорим. Я думаю, что здесь стоит задуматься, и стоит, наверное, таким образом высказать свое мнение. И еще 708-502. 708-502. Ваши замечания, ваши предложения, ваши мысли. Нам очень интересно. 708-502. Звоните. Мы продолжаем. Итак, я напоминаю, что мы говорим с адвокатом Сергея Лузянина Натальей Шмаровой, Натальей Аркадьевной. И следующий вопрос. Значит, это уже было второе лезвие. И как развивалась история дальше? 4 августа у Сергея Евгеньевича при утром в 8.25 при проведении обыска находят еще одно лезвие, тоже в личных вещах, находящихся в сумке. Наталья Аркадьевна, задавались ли вы вопросом, почему этап, прибывший из колонии из ИК-17 в СИЗО-1 ушел благополучно на этапом в ИК-5, да? А Лузянин остался в СИЗО-1. Почему все уходят, Лузянин остается? Вы задавали вопрос, Сергей Евгеньевич, почему его оставили? Может быть, людям, чтобы сформирован этап, вы сами понимаете, да, есть определенное количество человек, 10, 20, 30, я не знаю, сколько их этапом шло, вот, все приходят, останавливаются в СИЗО, переночевывают, я не знаю, что они там делают, ну, какое-то время, кратковременно они там находятся и уходят в колонию, где они будут отбывать все свое последующее наказание. Почему Лузянин остается? Или это связано с тем, что нашли уже лезвие? Да, поскольку за второе лезвие Сергей Евгеньевич был привлечен в отворение в СИЗО на 5 суток, в этой связи он... Нет, мы же говорили о выговоре. А выговор был 27 июня. Выговор 27, да, то есть вступила в силу 30 июня. Вот, почему его оставили в СИЗО, что его решение не могло на этапе догнать, могло? Ну, почему он не был этапирован со всеми? У нас нет информации, почему он не был этапирован, но законодательством предусмотрено содержание транзитно-пересыльных, поскольку Сергей Евгеньевич был именно в этом статусе до 10 суток, соответственно... То есть это абсолютно законно? Да, совершенно верно. Абсолютно законно. Итак, следующая история, значит, когда она случилась? 4-го, да? 4-го августа. 4-го августа. Что произошло? Утром при проведении обыска у Сергея Евгеньевича находят обломок одноразового лезвия в личных вещах. проводят проверку и, соответственно, Сергей Евгеньевич пишет объяснение и после обеда при проведении внепланового обыска находят уже в кармане куртки уже, получается, четвертый обломок лезвия, второй за один день. Вы знаете, у меня вот по моей информации я могу быть абсолютно не права, но насколько я владею информацией, мне кажется, что при утреннем обыске у него нашли два лезвия. Нет, одно лезвие утром и после обеда второе. Это было, по-моему, в умывальных каких-то вещах. В умыльнице. В умыльнице, да. Но тут, грубо говоря, Сергей Евгеньевич мог, это его умыльница, он ей пользовался, он мог туда положить при желании лезвия. Но насколько я понимаю, когда вот началась вот эта вот история с лезвиями, луизианин вдруг решил обрасти бородой. На мой взгляд, он как-то очень быстро сообразил, что он и лезвия, вещи несовместимые, и лучше быть в бороде, чем бриться и, собственно говоря, провоцировать всех кругом и самого себя, и, значит, людей, которые... Что он пояснял? Как лезвие могло оказаться в его умыльнице? Ну, здесь уже, извините, это его умыльница, он, наверное, ее никто не брал. Как оно могло оказаться? Как он протестовал? Ну, Сергей Евгеньевич пояснял в своих объяснениях, что данное лезвие ему не принадлежит, соответственно, и поскольку лезвий у него нет. Кроме того, камера находилась все время под видеонаблюдением, соответственно, можно было легко определить, скажем так... То есть пересмотреть запись и убедиться, что... Да, данная запись была нами запрошена, но, однако, представлена не была, поскольку, как пояснили сотрудники СИЗО, произошел сбой системы. Как часто сбой и, соответственно, данную видеозапись они представить не могут. Есть такая тенденция, я не скажу не только про УСИН, я скажу про многие силовые структуры, вот когда нужно предоставить видеозапись, прямо сбой идет. Вот, знаете, в банках, когда, допустим, через банкомат с чужой карточки снимают, денежки, тоже глючат камеры. Это такое, знаете, панацея, такое спасение, по-моему, для того, чтобы отсутствовала доказательная база. И, естественно, это решение было обжаловано Луизианином, и к чему пришел суд, или прокуратура, кто здесь признала части? Это изначально изначально было обжаловано в прокуратуру Кировской области. Прокуратура также провела проверку, установила недоказанность факта принадлежности данного лезвия непосредственно к Сергею Евгеньевичу, и данное взыскание также было отменено уже непосредственно постановлением прокуратуры области Кировской области. Наталья Аркадьевна, у меня вопрос. Мне кажется, он очень значимый, его обязательно надо задать. Вот смотрите, первое лезвие, когда нашли никаких засканий, никаких наказаний не последовало. Второе лезвие от 27 июля было найдено, и Луизианин получил выговор. Третье лезвие, когда было найдено 4 августа, он получил наказание в виде 5 суток штрафного изолятора, то есть 5 суток ШИЗО. Правильно ли я понимаю, что каждое последующее взыскание как бы оно отягощает наказание, да, то есть ничего, ничего, выговор ШИЗО. То есть я правильно понимаю, есть такая тенденция, это законодательно предусмотрено, так и должно быть. То есть так называемый рецидив отягощает любое наказание, которое вот следует, да, как бы, правильно? Правильно, поскольку наказание накладывается с учетом поведения, в том числе взыскания, которое есть до решения этого вопроса. Ну вот сейчас вопрос я задам, наверное, не случайно. Я думаю, что наши радиослушатели начнут понимать, к чему я клоню, о чем я говорю. То есть лезвие, которое было найдено при транспортировке, при этапировании из колонии номер 17 в СИЗО-1, когда Лузянин не мог физически прикоснуться к своей сумке, а лезвие там было найдено, за это он получил выговор и выговор был признан незаконным, то, по сути дела, наказание в виде штрафного изолятора, оно уже как бы слишком сильное, ведь выговор отменен. Да? Безусловно. То есть мы говорим, вот я говорю о том, что, ну, рассчитывая, да, что первое наказание это выговор, дальше идет, значит, штрафной изолятор, потом наказание становится еще тяжелее, да? То есть это совершенно стандартный, стандартная ситуация именно как бы в свете закона. Но если отменяется предыдущее наказание, вот как в вашем случае, то есть выговор прокуратура признала незаконным, значит помещение в штрафной изолятор это? Помещение в штрафной изолятор прокуратура также признала незаконным. А это я поняла. То есть, соответственно, отвечу на ваш вопрос, помещение в ШИЗО, это чрезмерно суровое наказание, с учетом отмены предыдущих сысканий. Что ж, Наталья Аркадьевна, давайте мы прервемся буквально на минуту или полторы, у нас сейчас пройдет реклама, мы вернемся к теме и договорим о ситуации, которая происходит с бывшим директором Центрального рынка Сергеем Лузяниным. Я не прощаюсь, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Добрый день, студия Лена Овчинникова, мы продолжаем тему. У Сергея Лузянина сняли два взыскания из трех. Не могу уверить каждого из радиослушателей, если вы думаете, что программа посвящена специально Сергею Евгеньевичу Лузянину, потому что он достаточно известный человек, потому что это бывший депутат Законодательного собрания, я вас уверяю, что, оказавшись в подобной беде, если мы узнаем о подобной же ситуации, мы будем говорить о любом, совершенно любом человеке, который находится в местах лишения свободы, и люди считают адвокаты, или сам человек осужденный считает, что нарушаются его права, мы будем говорить равно с таким же рвением, как и обсуждаем тему Лузянина. Потому что фигура неоднозначная, приговор, на мой взгляд, тоже неоднозначный, поэтому я думаю, что это будет интересно. И напоминаю, что Наталья Шмарова, адвокат Сергей Лузянин в нашей студии сейчас, а также, что мы работаем на частоте 101.0 FM, идет онлайн-трансляция эфира, можно нас послушать в интернете. И также видео-трансляция из нашей студии идет на сайте эхакирова.ру. Напоминаю, что телефон прямого эфира 708-502, 708-502. Очень жаль, что вы не звоните, потому что где-то в глубине души, наверное, у каждого есть такая история, когда попирались права людей, вам дорогих и близких, а может быть, совсем наоборот. И вам казалось, что они как раз не попираются, а как раз наоборот, вот их как бы вот в местах лишения свободы к ним слишком благостно относятся. Жалко, что вы не звоните, не рассказываете свои истории, это бы дало, знаете, и пищу уму, и, наверное, прибавило бы информации всем радиослушателям. Так, 708-502, номер для СМС 8909-720-101 и 0. Опрос на нашем сайте размещен на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Могут ли дисциплинарные изыскания быть рычагом воздействия на заключенных да или нет позиции ответов? И я прошу вас, голосуйте, нам очень интересно, что вы по этому поводу думаете, потому что все, о чем мы сегодня говорим, это, в общем-то, совсем непросто. Это достаточно сложная и достаточно, Наталья Аркадьевна, опасная тема, как вы думаете. То есть мы говорим о человеке, но, в общем-то, судьба которого, собственно говоря, занимает очень многих. Потому что, знаете, как Ахлобыстин сказал однажды в фильме, где же это я так нагрешил, что с ним вот столько происходит. Где же так нагрешил Сергей Евгеньевич Лузянин, что у него сейчас такие события в его же непростой жизни. Итак, Наталья Аркадьевна, мы остановились на том, что, значит, три лезвия уже нашли, и 4 августа, да, то есть давайте проговорим. Первое лезвие в ручке сумки осталось без реакции, да, засканий не было. Второе, когда было доказано абсолютно внятно, да, что он не мог зашить лезвие в ручку сумки, было отменено, да, он получил выговор, было отменено решением суда. Да, от прокуратуры. Третье лезвие найдено 4 августа, когда вот в мыльнице нашли, да, и его наказали помещением в ШИЗО, в штрафной изолятор сроком на 5 суток, также отменено. Да. И мы остановились на том, что тем же днём, 4 августа, уже во второй половине дня, что произошло? При внеплановом обыске у Сергея Евгеньевича в левом кармане куртки находят также обломок от одноразовой лезвия. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь изучает наличие отпечатков пальцев? Там ещё что-то ведь. Лузианин не в перчатках ходит в камере, не... Кто-нибудь изучал? Ну, вот у него в кармане, да, есть в кармане. Я просто сама сталкивалась однажды с подобной, и не однажды сталкивалась с подобной ситуацией, когда, собственно говоря, мне передали, что я работала тогда в газете, вот, и занимала достаточно жёсткую позицию по нарушениям, допускаемым силовыми структурами, вот, и меня предупредили, со зла сказали, что у тебя однажды ты, да, прыгаешь, мне сказали, у тебя найдут наркотики. Но сказали мне, передали моей дочери, дочь передала мне, естественно, я перестала носить одежду с карманами, я перестала ходить с сумками, то есть, как бы, ну, эта тема уже известна, ничего не надо делать, чтобы, значит, ты не попал в такую ситуацию, вот. И вот эта вот проблема, вот эта вот проблема, она достаточно на слуху. Мне почему-то казалось, что, может быть, в течение времени сотрудники правоохранительных органов, силовых структур стали немножко другими. И вот сейчас я понимаю, Ан, нет. То есть, всё-таки это рычаги воздействия. Правили? Это ваша позиция или только моя? Нет, в том числе я поддерживаю вашу позицию полностью. Так, ну что ж, давайте перейдём. Четвёртого у него находят, вы сказали, внеплановый обыск. Да. А насколько это вот вообще, а почему внеплановый обыск? Ну, законом это предусмотрено, да, соответственно, в данном случае нарушений никаких не было. Минутку. То есть, давайте вернёмся к ситуации. Представим реальную картинку. Сидит человек в камере под круглосуточным наблюдением видеокамер. Смотрят. Могут посмотреть запись, на любой секунде остановить, приблизить, оцифровать, разглядеть кадр. Обыск зачем? Зачем двойная работа, если ты всё время под моим контролем? Можете мне объяснить? Объяснить не могу, потому что действия сотрудников мне тоже непонятно. Не обсуждают. Да, ну и соответственно. Понятно. То есть, находят второе лезвие за день и снова взыскание. И что получает Луизианин? Перевод. Единое помещение камерного типа. Единое помещение? Камерного типа, да. ЕПКТ. Да. Вот. Такая сложная аббревиатура. Поскольку подобное помещение в местах лишения свободы встречается достаточно редко, Луизианин этапируется? В ЭКО ИК-6. ИК-6. Это та самая зона особого режима. Когда это произошло? Сколько он находится уже? Порядка чуть больше двух месяцев. Я понимаю, что в ШИЗО свой срок 5 дней, 5 суток он отбыл. Да. И после 5-суточного отбытия наказания в штрафном изоляторе он был отправлен в ЭКО-6, где уже третий месяц находится вот в этом едином помещении камерного типа. Насколько я понимаю, он один такой нарушительный всю Кировскую область, потому что он находится как в одиночке, он сидит один, да? Так. Напоминаю, что выговор отменен. Штрафной изолятор заключения туда признано незаконным. Простите, а мы говорили с вами о тенденциях. То есть выговор, штрафной изолятор, единое помещение камерного типа. Два предыдущих отменены. И почему наливая реакция? Ну... Правильно ли я понимаю, он должен быть сейчас с выговором? Правильно. Правильно. То есть у него должен быть сейчас с выговором, но он находится в зоне особого режима. Да. Логично. Логично. Так. И последнее лезвие, которое у него было найдено, он точно так же ведь обжаловал решение суда и прокуратуры. Как его? Да. Мы обжаловали в суд данное постановление. Суд отказал в удовлетворении требований, признал данное постановление о выдворении в единое помещение камерного типа Лузянина законным. Вынес соответствующее решение. Наши доводы о том, что данное наказание, наши доводы о том, что данное лезвие не принадлежит Сергею Евгеньевичу и о том, что данное наказание чрезмерно сурово, поскольку принято без учета того, что предыдущие отменены. Мало того, при рассмотрении, при принятии решения и внесении постановления в удовлетворении в единое помещение камерного типа было учтено взыскание за неопрятный внешний вид, который нами было также обжаловано и отменено. То есть с учетом уже, получается, трех взысканий. Но, соответственно... Борода же была тоже. Да. Вот я про это и говорю. А борода это неопрятный внешний вид. Да. То есть, соответственно, было отменено, но в справке... Это вот модная щетина, которую мужчины на лице специально добиваются. Я считаю, что это весьма... на некоторых лицах весьма бывает эротично. То есть это признано неопрятным внешним видом. Да. Понятно. Рыбок с ним. У каждого свои вкусы. Вот. И, соответственно, доводы о том, что данное наказание не соответствует тяжести чрезмерно сурово, поскольку принято с учетом взысканий, которые были отменены судом, также не принят во внимание. А кроме того, в постановлении о водворении в единое помещение камерного типа не был указан срок, на какой Сергей Евгеньевич... А сколько ему определили? Согласно заключению УФСИН по Кировской области срок 5 месяцев. Но это не было в официальных документах, предоставленных в суд и в прокуратуру, да? Да. В постановлении не указан срок. Данное постановление, согласно законодательству, обязательно объявляется осужденному. Получается, по факту, что Сергей Евгеньевич, направляясь в единое помещение камерного типа ФКУ ИК-6, не знал, какой срок ему определен. Он объявлял голодовку. Сейчас голодовка прекратилась? Да, голодовка прекратилась. Ну, в связи с тем, что, во-первых, как уже всем известно, Сергей Евгеньевич человек немолодой, то есть всё-таки это для состояния здоровья очень необычный. Он, по-моему, не 60-го года рождения. Он 2 ноября 60-го года рождения, если мне не изменяет память. Тем не менее, всё-таки для здоровья это не очень хорошо, это во-первых. А во-вторых... Нет, ну голодовка это тяжело. Это очень тяжело голодовка. То есть уже по состоянию здоровья? Не только. В том числе, в связи с тем, что всё-таки прокуратура провела проверку и нарушения признала незаконными. У нас состоит совсем мало времени. Итак, что-то вы делаете для того, чтобы... Ну, казуистика абсолютная, то есть очевидная. Ну, очевидная для нормального человека вещи. Очевидная для нормального человека вещи. Они как бы вдруг переворачиваются с ног на голову. Что делаете вы, адвокаты, для того, чтобы вы будете что-то делать? Для того, чтобы... А что? Безусловно. Решение, которое было принято 14 сентября 2015 года Первомайским районным судом, будет обжаловано. То есть в настоящее время готовится апелляционная жалоба. Ну и, соответственно, надеемся, что всё-таки суд апелляционной инстанции наши доводы примет во внимание и данное решение отменит. Скажите, пожалуйста, он получил выговор. Ладно, бог с ним. Не было там физических, моральных страданий. Он пять суток провёл в ШИЗО. Решение отменено. Признано незаконным и отменено. Но он отбыл наказание. Простите, за это что-то полагается? Безусловно. В данном случае законом предусмотрена компенсация морального вреда, поскольку в данном случае всё-таки... Почему только моральный вред? Он и работающий человек, это ещё и компенсация, извините, он ещё и материальные проблемы у него, как бы. Компенсация материальных проблем. Но дело в том, что в ШИЗО был помещен Сергей Евгеньевич, находясь в СИЗО, а в СИЗО не работал. А, всё, он не работал. Понятно, понятно. Всё. И скажите, пожалуйста, вот задаюсь ли вопросом. Вот для меня это очень важный вопрос. Почему прокуратура и суд, отменяя взыскания как незаконные, не задаются вопросом, откуда у лузянина берутся лезвие? То есть сами отменяя вынесенное взыскание как незаконное, почему они не спрашивают, так откуда они взялись, лезвие-то? Может быть, как-то прояснить ситуацию? Ну, предположить, вот я написала в статье, что можно предположить, что Сергей Евгеньевич сам их отпочковывает только ему одним известным способом. Ну, не будем же мы говорить, что их подкидывает лузянину. Согласны? Почему не стоит этот вопрос, я отменяю решение? То есть суд и прокуратура говорят, да не было у него никаких лезвий. Последующий вполне человеческий вопрос, естественный. Откуда взялись тогда, ребята? Вы задаетесь этим вопросом? Вот вы, адвокат лузянина. Ну, нам это очевидно. Вам это очевидно. Откуда берутся вам очевидно? Но говорить вы об этом не будете в эфире. Оставите это при себе. Ну, ладно. Спасибо вам большое за рассказанную историю. Напоминаю, что эта история, в общем-то, прозвучала специально для того, чтобы каждый понял о том, что может произойти человеком, находящимся в местах лишения свободы. Увы, такое может происходить. Вот то, что мы сегодня говорим, это доказанный состоявшийся факт. И от этого, в общем-то, на душе это не радостно. Потому что все мы, собственно говоря, как бы, я так понимаю, что все мы не защищены. Напоминаю, у нас гость нашей студии, это Наталья Шмарова, адвокат Сергей Лузянин, Наталья Аркадьевна. Огромное вам спасибо. Было очень интересно. До свидания. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Следующая тема в следующем часе будет абсолютно другая. Но примерно темы будут перекликаться. Наталья Аркадьевна, спасибо. До свидания. Пожалуйста, всего доброго. Перерыв. Перерыв.